У нас молодая команда, многие ребята не играли до этого в финалах, ребята в лидеры команды 2001-2002 года рождения. Это у нас все впереди, мы усилим команду и будем сильнее. Сезон у нас получился отличный в целом, да, хотели выиграть Кубок Гагарина, выиграли Кубок Континента. Два финала у нас, конференции подряд, поэтому мы будем стремиться сделать этот шаг в следующем сезоне. Привет! Нападающий системы Бостона Георгий Меркулов вошел в символическую сборную новичков АХЛ. Больше российских ребят в этой команде нет. В финале Кубка Гагарина сыграют Акбар с ЦСКА. Питерский клуб не смог навязать борьбу армейцами столицы. Хозяева открыли счет уже на 13 секунде, а после этого питерцы так и не смогли достать эмоции, чтобы переломить ход встречи. Преимущество ЦСКА не вызывало вопросов. Команда Федорова легко дошла до сирены об окончании матча и теперь получит пару дней на то, чтобы отдохнуть перед финалом. Отличная боевая игра от ножа. Обе команды играли с огоньком. Отличная атмосфера на трибунах. Полные трибуны. Такой хоккей нам нужен. Мы вышли только побеждать. Неудачное начало. Потом пытались забить. Соперник нам не дал забить. Здорово они сыграли в обороне. Сильный соперник. Поздравляю команду ЦСКА с выходом в финал. Я не могу сказать, как бы за все вот эти годы, которые вы обозначили. Я знаю одно, что ЦСКА формировался, будучи, когда я был менеджером, это, конечно же, характер, конечно же, мастерство и, самое главное, выполнение тренерского задания. Вратарь Илья Сорокин практически в одиночку вывел Айлендерс Плоуф НХЛ. Это была последняя путевка для участия во втором этапе турнира. Защитник Иван Проворов стал лучшим хоккеистом флайерс, по мнению журналистов, освещающих игру Филадельфии. Это произошло уже четвертый раз. Губернатор Кемеровской области заявил, что Металлург из Новокузнецка не будет играть в КХЛ, пока не выиграет Кубок Петрова в высшей лиге. Если переводить на понятный язык, то это значит, что регион не готов к финансированию клуба в элитном дивизионе. Хотя бы потому, что для попадания в главную лигу не обязательно брать титулы на другом уровне, нужно соблюдать совсем другие нормы регламента. Арена в Новокузнецке после реконструкции соответствует всем требованиям, но нужно гарантированное финансирование на три года, а его предоставить не могут. Только на зарплату должно уходить более 400 миллионов рублей, учитывая скудный рынок, будет непросто собрать на такие деньги серьезную команду, которая начнет побеждать. Но это вопрос системы. Мы видели, что в КХЛ с небольшими деньгами показывают приличные результаты, значит для Металлурга нет и минимальных денег. Очень жаль, что в ближайшее время команда из хоккейного региона останется на нынешнем уровне. Но и ругать за это не стоит. Все-таки времена тяжелые. Нападающий системы СКА Максим Грошев может уехать в Тампу. По крайней мере, агент Мельштейн уверяет хоккеиста, что без него молнии не видят будущего. Это ложь. Ехать не стоит. И последнее. Евгений Малкин здорово отметил новый контракт с Питцбургом. Команда впервые с 2006 года не попала в плывов. То есть он выбил себе 6 миллионов в год на длинный отпуск. Отличная работа. До свидания. Ребята, которые играли с опытом НХЛ, они на Олимпиаде выигрывали. У них костяк команды не меняется. Поэтому мы будем также усиливать наш костяк. И мы понимаем, как побеждать. В это же время у ЦСКА, у них уже чемпионское окно скоро закроется. А у нас только оно открывается. Это у нас молодая команда. Мы смотрим вперед.